Новые правила для владельцев долей квартиры. Разбираем в этом ролике. Споры между совладельцами одной квартиры нередко доходят до судебных разбирательств. И в ходе их рассмотрения порой формируются правила, которые впоследствии начинают устойчиво применяться на практике. Здравствуйте! Вы на канале «Приоритеты» с юристом-экспертом в сфере недвижимости Евгением Корсакином. Давайте к теме. Разберем несколько новых правил для собственников долей квартиры. Первое. Договор дарения доли квартиры теперь не всегда нужно заверять у нотариуса. Для сделок с долями квартиры и других объектов недвижимости закон требует обязательную нотариальную форму. Это регламентировано статьей 42 Закона о государственной регистрации. Но до недавнего времени из этого правила было лишь одно исключение, когда отчуждение доли допускалось без нотариуса. Когда по одному договору отчуждается доля всех собственников. Так что в итоге к получателю переходил объект с недвижимостью целиком. Теперь же Верховный суд с своей практикой расширил перечень таких исключений. По его мнению, не требуется нотариальное удостоверение в том случае, если происходит дарение доли от одного совладельца недвижимости к другому, и в результате также весь объект становится единоличной собственностью одного человека. В деле, который рассматривал Верховный суд, оспаривался отказ управления Росреестра, зарегистрировать переход по договору дарения две трети доли на квартиру в пользу собственника одной трети этой же квартиры. В итоге суд признал, что отказ Росреестра в регистрации по мотиву отсутствия нотариального штампа на договоре является в данном случае незаконным, поскольку здесь одаряемый становится единственным собственником всей недвижимости. Ссылку на определение суда я оставил в описании, можно подробно ознакомиться. Так что теперь можно значительно сэкономить на плате услуг нотариуса, если нужно передать долю другому собственнику по договору дарения. Идем дальше по теме. Случай 2. Собственника доли могут заставить продать ее, даже если у него нет другого жилья. На уровне Верховного суда было подтверждено, что собственник квартиры не защищен от принудительной продажи своей доли с последующим выселением, даже если это его единственное жилье, при условии, что долю признают незначительной. Так суд рассматривал спор между бывшими супругами. Женщина просила позволить ей выкупить долю квартиры у бывшего мужа, так как тот отказывался добровольно заключить договор, требуя выплатить ему намного больше, чем реально стоит его 12 соток доли. Все суды отказались признать эту долю незначительной и не стали применять такую меру, как принудительный выкуп. Но Верховный суд дело пересмотрел. Учитывая, что выделить долю ответчика в двухкомнатной квартире было невозможно, так же как невозможно было совместное проживание мужчины с бывшей супругой и детьми, суд допустил принудительный выкуп его доли за ту сумму, на которую ее оценит эксперт. Ссылка на определение суда я оставил в описании, можно подробно ознакомиться. Идем дальше. Случай 3. Собственнику могут отказать во взыскании компенсации за пользование его долей, даже если он не живет в квартире. Итак, владелец 1,8 доли на трехкомнатную квартиру обратился в суд с иском о взыскании с остальных собственников компенсации за пользование его долей, а также сумму коммунальных платежей, которые он оплачивал, не проживая в этой квартире. За последнее время сложилась более-менее устойчивая практика по спорам между собственниками, один из которых пользуется квартирой, а другой не имеет возможности вселиться в силу объективных обстоятельств. В частности, площадь квартиры не позволяет выделить отдельные комнаты для всех совладельцев. Тогда собственник, который не живет в квартире, может взыскать компенсацию с того, кто ею пользуется, сверх принадлежащих ему долей, получая тем самым неосновательное обогащение. Ссылку на определение суда я оставил в описании, можно подробно ознакомиться. Однако в проведенном случае суд неожиданно отказал собственнику, мотивировал он это так. Во-первых, приобретая 1,8 на квартиру, тот знал, что оставшиеся доли принадлежат членам одной семьи, которые там постоянно проживают. Значит, он осознавал, что не сможет селиться на эту жилплощадь. Во-вторых, 1,8 доли невозможно выделить в виде отдельной комнаты в спорной квартире, поэтому нельзя и определить размер компенсации за аренду этой доли. В-третьих, суд указал, что истец оплачивал ЖКУ пропорционально своей доли в жилом помещении, что обязан был делать будущим собственником. А заводы и прочие ресурсы, учитываемые по счетчикам, он не платил. Так что основания для разыскания этих денег с остальных собственников суд также не нашел. Это, скорее всего, исключение из складывающейся судебной практики. Если было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, делитесь этим роликом. И до новых встреч!